Я верю, что вы были благословлены через наше служение. Мы вкладывали туда всю душу и мы очень старались, чтобы накормить вас из Божьего Слова. Спасибо вам за каждый лайк, просмотр и комментарий. Но я хочу вас попросить сделать еще кое-что для общего служения, в котором мы участвуем. Вы можете стать партнером. Сделав добровольное пожертвование, вы поможете нам повлиять на еще большее количество людей. Сделать еще большее количество людей счастливых и прикоснуться к ним через наше служение. Я хочу напомнить, что доброходно дающего любит Бог. Я люблю, когда церковь постится. Потому что пост, он влияет на атмосферу в церкви в целом. В церкви в целом. Пост, он... Для чего пост? Для чего пост? И знаете, правильно организованный пост, он всегда приносит результат. Правильно. Можно правильно поститься, а можно неправильно поститься. Мы должны... Всему мы должны учиться. Чтобы молиться, мы должны научиться молиться, да? Чтобы служить Богу, нам нужно научиться служить Богу. Чтобы наше служение было разумным, нам нужно идти на библейскую школу. На библейскую школу нужно идти. Потому что Бог хочет, чтобы Богу нужны профессионалы. Профессионалы. Вообще всем нужны профессионалы. Городу нужны профессионалы. Профессионалы как в физическом мире, так и в духовном. Священники должны быть профессионалы. Профессионалами не рождаются. Профессионалами не рождаются. Мы должны учиться. Поэтому, если ты еще сомневаешься, что тебе нужно обучаться библейской школе, то не сомневайся, иди. Это будет очень сильная библейская школа, это будет что-то невероятное. Вообще, этот год, уже говорили, этот год будет невероятным. Мы будем видеть столько славы, мы будем видеть столько чудес, мы будем видеть такие исцеления, которых мы раньше не видели. И вот, знаете, те прогнозы, которые я слышал на последней молитвенной школе, они не совпадают с теми прогнозами, которые я вчера видел, слышал по телевизору. Вообще не совпадают, вообще никак. Бог говорит одно, Бог говорит во время лютое, не переживай, а ящик, Он говорит совсем обратно. Совсем другое говорит. И знаешь, если ты уверуешь в ящик, то твоя жизнь будет... А если ты уверуешь в Господа, вернее, не в Господа, а Господу, потому что многие из нас, мы верим в Господа, но не верим Господу. Мы вроде верующие, но верить нужно тоже учиться. Потому что вера – это механизм, целый механизм, о котором будет говорить. И мы должны понять этот механизм. Сердцем веруем, устами исповедуем и тому подобное. Потому что праведник, он своей верой жив будет. Я понимаю, что Бог разговаривал со мной. И то, что Бог мне сказал, это касается моей жизни. И так и будет. И знаешь, Бог должен разговаривать лично с тобой. Лично с тобой. У тебя должно быть свое откровение, ты должен слышать голос Божий. Голос Божий. Это наша безопасность. Голос Божий. Скажи, я должен слышать голос Божий. Это залог. Слышать голос Божий – это залог твоего успеха. И вот что делает пост? Правильно организованный пост. Давайте откроем Исаия 58 главу. Я верю, что Бог чьи-то уши, Он откроет постельку. Первый раз, может быть, услышишь реально голос Божий. Вот знаешь, не ощущения. Не ощущения какие-то. Вот мы верим в ощущения. Ну да, Бог в ощущениях. Не ощутите ли Его? Ощущения – это хорошо. Но мы должны слышать прям голос. Голос. Голос – это на 100%. В десятку – это 100%. Когда ты слышишь прям голос. Голос его слышишь. Помнишь рождение свыше? Помните, Никодим пришел ночью. И что он начал говорить? Как можно родиться свыше? Помните? Давайте откроем какое-то местописание. Кто-нибудь может вспомнить? Евангелие от Иоанна. Давайте откроем. Там так интересно. Третья глава Евангелия от Иоанна. Слава Богу. За пастора. Давайте. Третья глава с какого стиха там? 4, 2, 4. Работает у нас штука эта? Никодим говорит ему. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Дальше. Иисус отвечал. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И вот дальше. Рожденные от плоти есть плоти, рожденные от духа есть дух. И дальше. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дальше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Понимаете, рождение свыше, это не просто пустая болтовня на иных языках. Рождение свыше, рождение от духа, это слышать голос Божий. Со всяким, рожденным от Бога, бывает так. И просто задай себе вопрос сегодня честно. Вот ты болтаешь на языках, ты много болтаешь, потому что апостол Павел сказал, нужно много говорить на языках, ты можешь много. Вопрос, знаешь, я говорю, я как-то стоял на молитве, и брат вышел, он так красиво молился, и Бог мне говорит, твоя жизнь не зависит от того, что ты скажешь мне, твоя жизнь зависит от того, что я тебе скажу. И сразу местописание приходит на память. Не будьте лицемеры, которые долго молятся перед людьми. Твоя и моя жизнь зависит от того, что Бог тебе скажет. Давид, он говорит, что, как там, слово твое не так. Радуюсь я слову твоему, как получивший прибыль. Радуюсь я слову твоему, как получивший прибыль. И Псалом 27, первый стих. К тебе, Господи, взываю твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Когда Бог молчит, мы мертвы. И Давид, он говорит, если ты будешь молчать, если ты не будешь со мной разговаривать, все, тирдык мне. Я трупешник, реальный трупешник. И вот знаешь, в церквях так много вот в этом состоянии пребывает. Уподобленных. И для чего пост? Для чего пост? Пост – это приближение к Господу. Пост – это когда ты отделяешь себя от суеты, от мирской суеты. Мы прожили такой пласт, этап, может быть, жизненный. Вот эти вот каникулы, зимние праздники, 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 холодильник. Ну, все вот эти моменты. Отдых, катание, там, вот все. Вот это такой довольно длительный такой этап жизни. Да, мы... Но целый год впереди. Месяц заканчивается, январь заканчивается, и пост – это такое хорошее, мощное основание для всего года, которое мы должны заложить. Заложить. И знаете, пост ради поста – это голодовка. Пост – это не какая-то религиозная какая-то формальность. Для чего нужен пост? Я раньше считал, ну, если я не буду есть, если я не буду пить, если я не буду грешить, если я вот этого всего... Наверное, Богу жалко меня станет, и Бог меня, наверное, благословит. И многие так считают, Господь, я же не ел 40 дней. Господь, я же вот тут смиряю душу свою и тому подобное. И кажется, в этом награда будет. Знаешь, в этом награды не будет. Награда – это откровение во время поста. Что такое откровение? Это когда Бог говорит с тобой. Когда ты слышишь голос Божий. И пост – это для того, чтобы приблизиться к Богу. Не просто, чтобы пережить, более быть чувствительным к духовному миру, чтобы тебя больше как бы перло от Духа Святого. Это хорошо, что тебя накрывает. Это хорошо, мурашки. Хорошо, что ты переживаешь. Но это не вся, не часть. Откуда приходит, куда уходит, мы не знаем, да, но голос его слышит. Это хорошо, когда он приходит, ты чувствуешь его. И это хорошо, когда он уходит, ты тоже чувствуешь. Но вопрос, слышишь ли ты его голос. Наша жизнь, наш успех, наша эффективность, она зависит от слышания голоса Божьего. Твой и мой успех. Все, что здесь есть, это по Слову Божьему. Это благодаря тому, что кто-то был открыт для голоса. Церковь здесь, в этом городе, это Слово Божье, воплощенное. Миссионерство – это Слово Божье. Молитвенная школа – это Слово Божье. Все вещи, которые проходят через мою жизнь, это Слово Божье, воплощенное. Когда Бог говорит, когда ты слышишь Бога, и ты начинаешь действовать, ты начинаешь делать то, что Бог сказал, и потом ты видишь какой-то результат. Все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И все, если ты хочешь, чтобы что-то начало быть в твоей жизни, лично в твоей. Все должно начаться через Него. Через что? Через Слово. Через слово, через живое слово, через рема, через слово, которое ты будешь слышать. Амин. И вот пост, еще раз повторю, это когда ты отделяешься. Отделяешься от суеты, отделяешься для Бога, отделяешься от каких-то развлечений, отделяешься от пищи, отделяешься от лишнего общения, которое не назидает, отделяешься от кинотеатров, от фильмов, от каких-то встреч неназидательных, а ты пребываешь в нем. Ты посвящаешь эту неделю полностью для него, для него, для него. Бог, я хочу слышать твой голос, я хочу понимать твои направления, потому что времена тяжкие, времена тяжкие, я не хочу двигаться хаотично, я не могу, не хочу ориентироваться, как сегодня мир ориентируется, они сегодня смотрят, а может быть вот этим заняться, может быть вот это делать, а может быть, а что ты, Бог, скажешь? Мы отделенный народ, мы святой народ, мы праведный народ, и у Бога есть пути, у Бога есть маршруты для каждого из нас. Исайя 43 глава, Исайя 43 глава, смотрите, Исайя 43 глава с 18 стиха. «Но вы не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам вам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой? Неужели, он говорит, неужели вы этого не хотите знать? Неужели, когда засуха, когда пустыня, когда мир катится непонятно куда, когда мрак покрывает эту землю, не хотите ли вы знать? Неужели вы не хотите знать, что я творю для вас что-то новое? Я хочу проложить пути, я хочу проложить маршруты в этой степи, чтобы кормить, поить избранный мой народ. У Бога есть откровение для тебя и для меня. У Бога есть наставление для тебя и для меня. Бог не желает, чтобы ты и я, чтобы его народ умер в этой пустыне. Бог не желает. Он избрал тебя, чтобы его имя, оно прославилось в твоей и моей жизни. И нам нужно быть очень чувствительными к Духу Божьему и к голосу Божьему. Скажи на это Амэн. Деяние 13.1.4. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава, Симеон, называемый Нигер. Нигер. Тут такие имена вообще. Короче, пропущу. И Саввел был с ними тоже. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Саввла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их, быв послушны, посланы Духом Святым, пришли и оттуда отплыли туда. Дух Святой, это не просто мурашки, еще раз повторю. Дух Святой сказал, когда они постились и когда они молились. В посте не надо просто пребывать, вот, знаете, в посте, как бы пережить эту неделю в посте. Так, надо попозже, надо попозже, попозже вставать и пораньше ложиться, потому что когда спишь, есть не хочется. Ну, сейчас, если раньше вечером есть хочется, надо спать, лечь быстрее, я спать лег. И будильник отключил, утром сегодня не пойду, на утреннюю молитву не пойду. В посте надо хотя бы часов до 12 дотянуть, там уже останется всего, сколько, немножко останется всего. И фактически у тебя пост, правильно организованный пост, да? Я вас учу сейчас правильно организовать пост. В посте нужно молиться. Утром ты будешь приходить, ты будешь получать такой допинг, такой хороший допинг, такой хороший заряд, чтобы дотянуть тебе до вечера, до следующего допинга. Вечером здесь будет допинг. Утром у Николаевича в большом доме будет допинг. А вечером здесь будет допинг. Я верю, что Бог, Дух Святой будет что-то говорить. Бог, Он благословляет людей, которые в служении. Никогда ты просто, Господь, дай мне, дай мне, дай мне, Господь, дай мне. Но Бог тебе говорит, полай. Помычи. Понимаешь? Дух Святой, Он направляет в служение. Потому что Бог, Он, когда ты служишь Богу и служишь разумно. Что такое разумно? Служишь на своем месте, где Бог хочет тебя видеть. Так важно знать. Многие не знают. Многие говорят, Господь, почему меня не благословляет Бог? Да потому что ты не на своем месте. Бог не видит тебя. И поэтому Он перекрыл там благословения твои. Перекрыл. Там Он тебя не благословляет. Ты не заставишь постом Бога благословить тебя там, где Он не хочет. Понимаешь? Ты думаешь, я сейчас буду молиться, буду молиться, и вот эта сестра будет стать моей женой. Поститься, поститься, и вот эта сестра будет. Послушай, ну ты, в посте нужно узнать, а воля ли это твоя, Господь? Твоя ли это воля? Если Он скажет, нет, не надо поститься, все. Не надо больше молиться, все. Иди дальше. Я сейчас буду поститься, чтобы стать апостолом. Ты с голоду умрешь. Если Бог не хочет, если Бог не определил тебя быть апостолом, хоть зажертвуйся, хоть вообще все имение свое расточи. Ну нет, ну нету в этом воли Божьей. И вот так важно понимание иметь. Духовное понимание, духовное разумение. В посте мы должны не просто, а, день прошел, а, я уже день не жрал ничего. Ну и что толку? Я уже семь дней не жрал, прикинь, я продержался. В этом году я продержался. Голос Божий мне нужно услышать. Духовное разумение, духовное понимание мне нужно в этом посте. Кризис, классное время. На живосвятилище не загонишь, пока не шарахнет. Но мы так устроены. Мы так устроены. Мы так люди. Знаете, вот мне нравится местописание. Сейчас открою. Это оси. Оси 13 главу. Давайте откроем. Оси 13 глава. Вообще, слава Богу за кризис. Исайя 13 глава. Оси. Оси 13 глава. С 4 стиха. Пастор, сейчас вперед прочитаешь. А ты уже, по-моему, проповедовал по этому местописанию. Но я, Господь Бог Твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня. И нет Спасителя, кроме меня. И дальше. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. И дальше. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Вот имея пажити, они насыщались. Мы насыщаемся, да? Превозносится наше сердце, и мы забываем про Господа. Вот кому известно это состояние? Вот пока денег нету, ты жаждешь Бога, ищешь со всей силой Его. Вот пока проблемы, пока кризис, ты прям Бога так сильно любишь. Прям вот жаждешь всем своим сердцем. Что самое интересное, что Бог, Он отвечает. Бог приходит, Бог благословляет. И вот она, ты уже наелся. Уже какие-то благословения пошли, уже что-то поменялось в жизни. Сытость уже какая-то пришла. И уже Господь, как бы, на второй план ушел у тебя. Ты уже на Господа не уповаешь. И вот, знаешь, слава Богу за кризисы какие-то. Знаешь, как будто Бог специально порой создает какие-то вещи, чтобы осадить немножко тебя. Осадить. Потому что, знаешь, когда приходит сытость, сытость с памятью связана. Когда ты сильно много ешь, память почему-то хуже становится. Ну, так написано. Говорит, пока не были насыщены, пока полей не было, пока голодные были, искали Бога, насытились и забыли все. Уже Бог не нужен. Пусть Россия вожаждет Господа. Знаете, кризис это для них кризис. Для церкви вырастут в этом. Это для роста. Потому что на кого нам уповать? На кого уповать? Они поймут, что все, что ящик говорил, все ложь. Люди-то поймут. Люди не дураки. Они сейчас полгода скажут, слушай, вот мы попали вообще. А мы верили. Господу надо верить. Это время для России научиться верить, доверять Господу. Господь не кидает никого. Господь всех любит, каждого. Любит. Я верю, это время пробуждения для церкви. Время для сверхъестественного роста и для сверхъестественных чудес. Потому что когда сытые, чудеса не нужны, ничего не надо. Ничего не надо. Вот когда кризис, тогда люди уже поднимают свою голову Господу. А как жить? Господи, помоги. Господи, помоги. И тут евангелисты такая армия выходят. Мы тут. Мы тоже следующая серия. Напишите. Условия для успеха поста. Есть определенные условия для успеха поста. И наградой это является как раз услышать голос Божий, понять его направление. Помните, в Евангелии от Луки там была такая история, когда Петр вымывал пустые сети. Пустые сети. И Иисус говорит, поплыли туда, что-то там проповедовал, проповедовал. А потом говорит ему, короче, Петр, давай, короче, плыви на глубину. Плыви на глубину и закидывай сети. Он говорит, Иисус, подожди, подожди, я всю ночь рыбачил. Мы всю ночь, у них целая делегация, компания. Всю ночь мы рыбачим. Всю ночь, Иисус, ты что? Ночью рыба клюет. Сейчас вообще все, мы вымываем, мы пошли спать. Он говорит, подождите, плыви, куда я тебе сказал. Он говорит, ну ладно, Иисус. Иисус, погода нелетная, не клюет, ветер северный. Но по слову твоему, по слову твоему, я поплыву туда, куда ты мне сказал. И когда он поплыл, он сделал то, что Иисус ему сказал, хотя это было вообще вопреки всех прогнозов. Это кризис был. Они ловили, ничего не поймали. Это и был кризис. Кризис для рыбаков. Не ловится, ничего. Это их пропитание было. Это все, что у них было. Они были грустны. Иисус послал, говорит, теперь сделайте. И когда они поплыли, там столько рыбы было, сеть рвалась. Ему пришлось еще товарищей зла. Я знаю, когда Бог дает откровение. Вспоминаю, когда мы только церковь начинали. Только церковь начинали. Здесь не было ни бизнесменов, никого не было вообще. Одни голодранцы. Никого не было. И знаешь, вот одно откровение, когда брат поехал, отделил себя, поехал на библейскую школу, учился, и у него были абсолютно другие планы. Абсолютно другие. Но Бог с ним заговорил. Он услышал голос Божий. Говорит, когда приедешь в Новосибирск, начни заниматься металлом. Металлом. И знаешь, он закинул сеть по слову Господа. И потом пришлось товарищей еще ждать. До сих пор эта сфера, она приносит большой результат. Почему? Потому что он не смотрел на людей. Он не... У него не было... Он на тот момент вообще не понимал ничего. В бизнесе и тому подобное. Рынок он не мониторил. Просто Бог ему сказал. И он просто был послушен. Знаете, вот для этого времени, он говорит, для этого времени, для этого времени. Вот именно для этого времени у Бога есть... Как, какие, как он проложит дорогу в пустыне? Он даст слово. Он даст откровение тебе и мне. Как нам выжить в пустыне? Мне нужно это откровение. Мне нужно это слово. Как мне двигаться? В каком направлении? Я хочу слышать голос Божий. Я хочу понять этот путь в пустыне. Я не хочу умереть в пустыне Для этого мне нужно слышать голос Божий Бог обязательно даст Из-за любви к нам Он любит свой народ Он ревнует о своем народе Мы нужны ему Он нас не кинет, он нас не оставит Он проведет нас Он благословит нас Я знаю, что многие люди услышат голос Божий И потом тебе придется еще в эту сферу товарищей звать Если ты не скупердяй То Бог обязательно с тобой заговорит В этом посте Если у тебя есть товарищ Для успеха поста должны быть чистые мотивы Исайя 58, 3, 7 Почему мы постимся, а ты не видишь Смиряем души свои, а ты не знаешь Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу Требуете тяжких трудов от других Вот вы поститесь для ссор, распри Для того, чтобы дерзкой рукой убить других Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте Таков ли пост я избрал, говорит Господь День, в который томит человек душу свою Когда гнет голову свою, как тростник Подстилает под себя рубище и пепел Это ли назовешь постом и днем угодным Господу И он говорит Вот пост, который я избрал Разреши оковы неправды Развяжи узы и ерма И угнетенных отпусти на свободу Расторгни всякое ермо Разделись голодным хлеб твой С китающих бедных веди в дом Когда увидишь нагово, одень его От единокротного твоего Не укрывайся Здесь несколько принципов для успешного поста И смотрите, 58 глава, 9 стих Тогда ты, 8 стих, с 8 по 9 Тогда откроется, как заря свет твой И исцеление твое скоро возрастет И правда твоя пойдет пред тобою И слава Господня будет сопровождать тебя Тогда ты воззовешь, и Господь услышит Воззапиешь, и Он скажет Вот я Он говорит, не этот пост я избрал А вот этот Если ты правильно организуешь пост Он скажет, вот я Когда ты воззовешь Когда ты будешь у Него просить Когда ты у Него будешь спрашивать направление Он обязательно ответит тебе Когда ты будешь его искать С правильным сердцем С правильными мотивами Какие правильные мотивы? Не просто кому-то что-то доказать Что такое правильные мотивы? Еще одно из условий – прощение. Отпусти измученных на свободу, о чем Алексей говорил. У тебя могут быть проблемы с Богом, ты можешь грешить против Бога, и ты можешь грешить также против ближнего. И знаешь, когда ты грешишь против ближнего, не надо у Бога прощения просить. Ты ничего Богу не сделал. Иди и проси прощения у ближнего своего, у своей жены, у своего ближнего. Попроси прощения, примирись. Когда в твоем сердце непрощение, обида, горечь – это сложный пост, и ты можешь просто там высохнуть, умереть в эти 7 дней. Перед каждым постом мы должны подготовить наши сердца. Когда ты с правильным сердцем постишься, пост налегке. Почему многие не вывозят поста? Потому что обиды, горечь, непрощение в сердце неправильное. Сердце неправильное, ты не можешь, тебе жрать хочется. Ладно, кто в тюрьме сидел, знает, что такое голодовка, они хоть на характере там пройдут. А другие варианты есть. Поэтому твое сердце, оно должно быть свободно, твое сердце должно быть подготовлено. У нас не так много времени. Я когда в 40-дневный пост ходил, Бог меня готовил 2 месяца к этому пости. 2 месяца. 2 месяца я готовил свое сердце. Это он так делал. Я знаю, что я по откровению пошел. Мне легко было, я 40 дней был в посте, мне легко было. Я еще работал грузчиком, грузчиком. Сейчас вот в голову вообще не... На 15-й день в футбол играл. Я даже не умею в футбол играть. Голы забивал. На 15-й день поста в футбол играл и голы забивал. И вот, знаешь, катнул его, ангелы уже там свою работу сделали. Я потом начал в футбол играть, у меня постоянно пальцы синие были. Не в посте. Как пенал в землю попадал. Мячик, главное, на месте, а у меня нога. Ты что? Поэтому я в футбол не играю. Сейчас мы же в семидневке пойдем пойкать. Мы должны подготовить наши сердца. Легкое сердце, легко. Когда тяжело, когда ты просто там кого-то с кем-то воюешь, с кем-то диалоги. У тебя есть диалоги с кем-то? Я, знаете, откровение получилось. Если ты с кем-то диалог ведешь, ты Господа не можешь слышать. Потому что Бог, он не разговаривает сразу с двумя одновременно. У тебя там диалог. Ты с каким-то братом, с сестрой, с женой диалоги ведешь и еще молишься Господь. Да ты вот с этим диалогом разберись, который внутри тебя. И потом уже к другому. Он не будет вмешиваться, не будет. Я не перебиваю. Я не перебиваю. Общайтесь. Пошел. И многие вот так, знаешь, ведут диалоги. Два года ты ведешь, три года. С своим мужем там. Я не знаю, с кем ты там ведешь диалоги. С братом со своим на ногу он тебе наступил. И ты с ним общаешься. Господь говорит, да когда ты со мной это уже начнешь? Попросил прощения, разбежались и все. Иди к Господу. И не вспоминай. Пойдем дальше. Бог хочет творить что-то новое. Бог хочет, чтобы мы отказались от старого. Он говорит, я творю новое. Неужели вы этого не хотите знать? Да нет, мы заняты, у нас диалог. Подождите, подождите. Я же хочу вам проложить пустыню. В пустыне. Да нет, мы заняты, мы общаемся. Развяжи усы неправды. Измученных на свободу выпусти. Выпусти на свободу измученных. Те, кто тебя оскорбил, кого ты оскорбил, отпусти измученных на свободу. Хватит уже. И тебе легко будет поститься. Это будет полноценный пост. Это не будет голодовка. Ты будешь переживать его. Ты будешь слышать. Тебе будет легко. Аминь. И еще один принцип. Сеять в посте. Он говорит, накорми голодного, введи в дом, одень кого-то. Это принцип поста. Принцип поста. Сеять в ближнего и в Бога. Восполнять чьи-то нужды. Это принцип. Это Бог говорит. Он говорит, и тогда, как заря, твое исцеление возрастет. Что-то будет происходить. Аминь. Я верю, что вы были благословлены через наше служение. Мы вкладывали туда всю душу, и мы очень старались, чтобы накормить вас из Божьего Слова. Спасибо вам за каждый лайк, просмотр и комментарий. Но я хочу вас попросить сделать еще кое-что для общего служения, в котором мы участвуем. Вы можете стать партнером. Сделав добровольное пожертвование, вы поможете нам повлиять на еще большее количество людей. Сделать еще большее количество людей счастливых и прикоснуться к ним через наше служение. Я хочу напомнить, что доброходно дающего любит Бог. Субтитры подогнал «Симон»